Турнирщик PFL Карт разобрал для вас в начале недели Чтобы у вас было время поразмыслить Подумать, да, и сделать, конечно же Собственные выводы И еще, кстати, уже вот анонсирован Следующий Контендер сериас, да Там прям известны даты, уже известны некоторые пары И что вы думаете? Полностью все эти турки будут разобраны В бойцовском клубе, все прям По классике, про всех бойцов буду рассказывать И когда они будут выступать в UFC Вы уже будете знать, кто это, что это Что они умеют, поэтому давайте-ка, ребятки Бегом в наш бойцовский клуб В описании, в зависимости от комментариев будет ссылочка Да, максимально интересный поединок с этого турнира Это Мактар Бенкаси Против Хушеда Кокорова Мактар Бенкаси Такое интересное прозвище Ля Кобиль, да А Хушед, конечно, таким более стандартным Довольствуется Кличкой, да, киллер Ну, вообще, интересный поединок Оба такие очень атлетичные спортсмены Рома, как ты видишь вообще этот поединок? Ну, во-первых, если честно Для меня вообще, конечно, знаешь Такой странный common event В PFL Европе Потому что я вот смотрю на main event Да, я вижу, что у нас здесь Франческо Нутца А Франческо Нутца Это тот чел, которого Бенкаси просто убивал В прошлом поединке Просто вот он его убивал Ну и тыкнул в глаза Им дали ноу-контест И они такие Ну, Бенкаси, ты будешь в common event Почему? Из-за чего? Непонятно, да Ну ладно, окей, давайте Про этот бой поговорим, да Бенкаси, конечно же, вообще не безызвестный Во-первых, я про него в бойцовском клубе Уже рассказывал ребятам, да Когда он на прошлом как раз-таки В PFL участвовал Да и в целом Все, кто за СНГ, ММА Уже давно следят Они его прекрасно знают Но человек в М1 выступал Ну, извините Это как бы легендарный боец изначально Если он там выступал А он там еще и побеждал Он не просто так, да, там выступал И если без шуток, да Вообще-то, в целом Он очень даже неплох Он очень опасный ударник У него очень тяжелый панч, да Такой, знаешь Довольно подвижный на ногах Довольно техничный Но фишка не в этом, да Вся его фишка, она в том Что он от борьбы умеет защищаться Ну, когда ты в Россию приезжаешь Это очень важно, на самом деле Это ключевой показатель И вот он от борьбы умеет защищаться И поэтому у него хорошо в М1 получалось Ребят, он там выигрывал Нокаутировал И все было неплохо, да До PFL в крайнем поединке Он выиграл Тома Шадека Если что, тоже Ну, как бы довольно серьезный Персонаж Который, кстати, тоже пытался Его бороть Ну, извините Это вот самая, наверное, сложная задача Когда ты выходишь с Мактаром в Минкассе Но надо понимать Что перед прошлым PFL У него был простой Два с половиной года Вот он выходит на PFL С Франческо Нутси вот этим Если честно Хоть он и этот бой выигрывал Мне, честно говоря Вообще его выступление не понравилось Он так много пропускал Даже если вы будете вот Бой не чекать А вот внизу там стата идет Да, в PFL Смотреть по ударам Его перебивал Франческо Нутси Вот этот То есть на его сильной стороне Да, они играли Нутси его не пытался бороть И Нутси его перебивал Но благо удалось В одном из моментов Мактару Минкассе Его потрясти все-таки, да Но пропускал Он реально многовато Реально многовато Но потряс раз Отправил в нокдаун Во втором еще отправил в нокдаун Тыкнул в глаз Ну и Франческо Нутси Конечно такой Но это был слишком сильный тычок Извините Это совершенно очевидно Что если бы он продолжил Все бы плохо кончилось Вот такое возвращение Получилось у Минкассе Абсолютно смазанное Вроде плохо смотрелся Но вроде побеждал Но вроде результата никакого нет Короче, вот вообще непонятно Совершенно Ну а если мы про Хуршеда Кахорова говорим Вообще, ну надо понимать Это местный боец Я понимаю, что вы скажете Что? Хуршед? Это немец, да? Да, Хуршед это немец На самом деле Родился он в Таджикистане Да, но живет Он как раз таки Насколько я понимаю Все-таки Ну по крайней мере Выступает за Германию Насчет того Где конкретно живет Я еще не скажу Потому что Я уже давно его вижу Исключительно в экстрим кутюр Да, в Америке Он тренируется В топовом зале Бомбовая абсолютно форма Очень хорошо готов И вот интерес-то в чем Интерес в том, что Про Кахорова Я тоже уже рассказывал Ребятам в бойцовском клубе Наверняка Кто там состоит Те помнят Очень и очень Неплохой ударник Да, то есть До Беллатора Он вообще в Беллаторе выступал Он великолепно смотрелся Да, не давал себя бороть Иной раз сам боролся У него, кстати, борьба присутствует И вот именно В ударной технике Замечательно смотрелся У него очень тяжелый удар Он нокаутировал И что мне очень понравилось Он еще передышивал, да, своих соперников Которые уставали Его бороли Но, опять же В Беллаторе 1-1, да Джейра Джуниору Он довольно легко прошел Но не досрочно Но очень легко То есть вообще проблем не испытал Вот с Бреттом Джонсом Не пошло, да Бретт Джонс тупо его завалял В третьем раунде забил С Бреттом Джонсом Увидели, что он устал Но, опять же, видимо В такой тяжелой борьбе, да Когда на тебе висят Наверное, это нормально, да Ну и вот крайний поединок Он закрыл поражение В Германии выступал Выиграл У него был человек на коротком уведомлении Это раз И, друзья, имейте в виду Что в первом раунде Он был очень тяжело потрясен Да, улетел в нокдаун Благо сумел выжить Очень быстро восстановился Я не знаю, что за Рептильная регенерация там у него Потому что, ну Он прям тяжело был потрясен Мне вообще казалось Что он сейчас улетит, да Очень быстро восстановился И, как говорится Накурбанил своего соперника, сенатор И накурбанил жестко Вот Ну и, опять же Использовал борьбу Также в этом поединке У него она есть Как я и сказал Короче На бумаге На самом деле Все выглядит неоднозначно Они по возрасту Одинаковые, да Практически По габаритам Хуршет Кахоров Крупнее Да По, опять же Знаешь Я не знаю Даже Играет ли это роль Но я всегда это упоминаю Здесь есть Как бы домашний Да, боец Условно говоря Ну, как бы Турнир в Германии Есть человек Который за Германию выступает Это Хуршет Кахоров Если брать аспект борьбы Ну, понятное дело Что у Бенкаси Ее почти нет Но он хорошо защищается Ну, наверное Вроде как Кахоров чуть лучше в борьбе Но мне, честно говоря Не верится Что он будет переводить Или что сможет Да По кардио трудно сказать У них хорошее кардио По стоечке Тоже сказать трудно Потому что я бы Если бы прошлый бой Бенкаси не смотреть Я бы сказал Бенкаси, да Но он очень много пропускал Поэтому здесь может быть Все весьма и весьма близко И вполне Хуршет Кахоров Может набить Некоторые баллы себе, да В парочке раундов Из трех, например Поэтому нужно быть осторожным Если мы посмотрим На коэффициенты 1,7 у нас идет Мактар Бенкаси 2,1 Хуршет Кахоров И извините За кого вы думаете Сейчас будем топить Ну, явно Не за кэфф 1,7 Хотя Вроде как Объяснимый кэфф Человек-то все-таки Более опытный И на Ну, как мне кажется На более хорошем уровне Уступал У него оппозиция лучше Из тех, кого он побеждал По идее Вроде как Бенкаси Небольшим должен быть фаворитом Я думаю У Кахоров здесь Вполне себе Вменяемые шансы Возможно просто перебить Возможно где-то заприжимать Возможно Сделать близкие раунды Да И выглядеть просто В глазах судей Как местный боец Чуть предпочтительнее Поэтому Здесь все сложно Будьте Опять же Осторожны с этим поединком Я вижу очень близкие шансы И По такому кэффу Именно по такому раскладу Я бы все-таки За Кахорова здесь поболел Да Солидарен Пишите свое мнение В комментариях И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok